всем привет дорогие друзья пришла очередная посылочка из китая сайта aliexpress заказал я себе вот такой вот видеорегистратор 70 май версия про и к нему вот такой gps модуль сумма покупки составила все вместе 3600 если я не ошибаюсь скидочка на продавца будет в описании продавец надежный достойный доставка буквально два дня с момента покупки все оперативненько курьер доставил на дом сразу же я все это дело открыл быстренько проверил при курьере чтоб не было никаких казусов потому что если вы смотрели предыдущие видео когда я покупал себе mi8 light телефон пришлось открывать спор потому что он был чуть-чуть подбракованный так что сразу я теперь все это дело проверяю экономлю время и свое и чужое и так что у нас регистратором поставляется он вот в такой плотный коробочке в картонной довольно таки увесистая то есть хорошая упаковочка не знаю как конечно с китая дойдет но с россией все в целости и сохранности на задней стороне у нас есть описание qr-коды то есть для проверок я так понимаю для всего и и то есть сам модуль gps если его можно его прикупить отдельно другие обзорчики писали то есть записывал видео говорили что он в принципе для россии не нужен но цена вопроса что-то мне там встал в районе 500 рублей со скидками я решил прикупить попробовать потом после тестов я вам соответственно запишу еще видео уже с конкретными то есть впечатлениями после использования как всегда месяц я с ним погоняю посмотрим как записывает ошибки выдает или нет то есть такая же картонная коробочка сзади то есть характеристики на английском языке версия у нас русская поэтому голосового управления здесь нет и не будет и это невозможно китайцы всех обманули прошивки выпускают а голосовое управление на русском языке нет есть только лишь на китайском и по-моему на международных версиях и так поставочка открываем коробочку все плотненько довольно таки так хорошо вот так все это дело выглядит сам регистратор защитной пленочки симпатичненький аккуратненький очень мне понравилось так ему и мы вернемся попозже еще у нас то есть кронштейн для крепления к лобовому стеклу тоже у нас прям плотно там сидит так сразу не вытащить вот такой кронштейник крепится на двухсторонний скотч но мне не нужен так как у меня есть модуль все это откидываем сразу в далекий ящик дальше пакетик вот такой с инструкцией на русском языке он должен быть две наклеечки для крепления на убавого стекла буду когда крепить посмотрю как лучше нужны они не нужны будет видно но думаю пригодятся пусть будут вот такая инструкция у нас то есть интеллектуальный профессиональный видеорегистратор 70 май все на русском языке так как это русская версия ребят очень хорошо всего на русском дальше 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 вот такая вот лопаточка тоже симпатичненькая хорошего качества черненькая для укладки кабеля для монтажа то есть монтаж демонтаж пригодится хороший очень бонус что меня удивило вот такая вот автомобильная зарядочка что вы думаете она у нас на 2 ампера то есть это вообще шикардос можно телефон заряжать сразу и все единственное ну скорее всего нет быстрой зарядки потому что мой хонор требует быструю зарядку больше он никак не хочет заряжаться без быстрой зарядки заряжается очень-очень-очень долго и кабель micro usb кабель конечно сколько бы я не покупал продукцию все xiaomi кабель тут они не пожалели тут метр три с половиной наверное хватит его то есть с лихвой по всей машины протянуть куда вы хотите это опять же дело каждого я наверное если получится под торпедой протянуть я протяну если нет значит буду использовать отдельный кабель обычные от телефона micro usb и напрямую подключаться так дальше пусто больше нет ничего что у нас теперь с это модулем вот так все это выглядит тоже поставляется вместе все было завернуто документация с таким же с такой же пленочкой для монтажа не надо и вот сам модуль тоже двухсторонний скотч он потолще нежели родная то есть площадка для крепления и поувесистее скажу тут контакты для подключения то есть все вот так это подключается на салазках защелкнули все нормально все держится все аккуратненько то есть лобовое стекло вот так вот у вас все дело приклеится камера здесь поворотная то есть вы уже будете настраивать чтобы все было видно убираем плюночку защитную она нам теперь тоже не нужно вот так выглядит регистратор что мы здесь имеем то есть разъем зарядки micro usb для micro sd карточки поддерживает от 16 до 64 гигов по моему микрофон здесь у нас динамик довольно таки громкий я вам хочу сказать кнопочки управления здесь кнопка санта кнопка включения то есть вы включаете регистратор он сразу начинает у вас записывать все это дело здесь кнопка настройки вы уже выставляете ведь как видим все на русском языке у нас форматировать карту время отключения к дополнительные настройки то есть разрешение видео можно ставить мы видим 2592 на 1944 максимальное разрешение наблюдение за раз за транспортным средством громкость динамика выставляется то есть и отдаст отдаст будет у нас работать при наличии вот этого модуля если модуля нет отдаст работать не будет ребят так что даже и не пытайтесь аварийное видео записывать как мы слышим голос изменен у нас то есть работал у нас датчик удара g-сенсором по-моему называется и сразу начинает писать аварийное видео в отдельную папочку ребят то есть циклическое видео его не перебивает это видео у вас остается пока вы его не удалите сами это большой плюс давайте быстренько пробежимся по характеристикам в принципе лично характеристики у нас таковы в принципе все все уже знают я напомню у нас значит 140 градусов обзор двухъядерный процессор идет huawei разрешение максимальное 2592 на 1944 30 fps соотношение сторон 4 на 3 датчик обзора изображения то есть это у нас стоит здесь матрица а и микс 335 5 мегапиксельная с диафрагмы f1.8 и стеклянные линзы так система дополнительных модулей вот идет gps и gps gps gprs базовой комплектации то есть не входит здесь когда вы настроите датчик ну а даст у вас будет показываться скорость движения автомобиля и все такое так датчик удара датчик парковки батарейка литий-ионовая на 500 миллиампер часов и разъем кстати да вот длина кабеля три с половиной метра это хорошо можно законнектиться изначально сразу как купите регистратор play маркете или где там appstore и скачиваете приложение 70 мая называется и подключайтесь к регистратору это нужно сделать для того чтобы выставить время и настроить можно все это делать через телефон все намного удобней и приятней вот так у нас высвечивается 70 май сейчас секундочку за свет вот так 70 май до вот он у нас наш регистратор мы к нему подключаемся там соответственно выставляем вай фай чтоб работал и все такое все подключено заходим в приложение просит нас чуть-чуть подождать вот так все это выглядит все мы подключились можем уже как видите то есть он раздетка тут powerbank ведь сверху то есть довольно таки широкие углы довольно таки хорошая съемка можно делать фото съемку нажимаем снимок сделал все отлично и то есть соответственно галерея тут же у нас настройки есть такая функция извиняюсь что отсвечивает ребят все никак я не приловчусь к этому делу то есть вот они все настройки обновил я регистратор сразу скачал прошивку сайт да чтобы был приятный женский голос можно мужской кому как то есть голос довольно-таки не робот как был до этого довольно таки все прикольно ссылочка на прошивочку будет тоже в описании на сайт 4pd скачиваете ничего не бойтесь все вообще работает отлично я пробовал с мужским женским голосом то есть но этот более мне понравился что касаемо у нас карточек микро sd поддерживает она то есть до 128 в реале пробовал статья на 128 карту все работает все летает но самое главное что был 10 класс то есть ниже уже не пойдет качество съемки будет хуже так что вот такой вот видосик всем спасибо за просмотр ставьте лайки ждите видео следующее как я его подключу то есть установлю в машине запишу вам видео покажу как настраивать адаст и все такое ждите нового видео ставьте лайки пока пока всем спасибо